Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная программа «Из жизни епархии» в студии Марина Краснова. Сегодня из выпуска вы узнаете. Преумножить талант. Свой талант от Бога приумножает верующий мучкапского благочения мастер резьбы по дереву Владимир Родин. Воспитать настоящих православных помогает воскресная школа. Наш рассказ о той, что объединяет детей при Христорождественском кафедральном соборе. В рубрике «За советом к батюшке» поговорим о поминовении и посещении могил усопших сродников в дни празднования Пасхи. Преумножать талант значит взрастить это семя. Раскрыть в себе возможную для нас в нашей земной жизни меру полноты Христовой жизни. Для этого потребуется труд молитвы, поучение в Слове Божьем и, главное, исполнение евангельских заповедей. Свой талант от Бога с каждым днем приумножает верующий мучкапского благочения Владимир Родин. Он мастер резьбы по дереву. Свою ювелирную работу передает во многих шедеврах, особенно в иконах. Как в руках умелого резчика простая деревянная дощечка оживает и превращается в святыню, узнала наша съемочная группа. Влечение резьбой для Владимира Родина началось еще 35 лет назад, в воинской части в Оржеве. Там под командованием Владимира Павловича служил парень из Белоруссии, работавший до службы на фабрике сувенирных изделий. Он и научил своего командира держать в руках резец. Сначала изготавливал разделочные доски, затем стали получаться сложные фигуры, далее целые композиции. Многие до сих пор не представляют, как у Владимира Павловича получается собирать свои изделия в обычной бутылке. Отслужил здесь, в военкомате, и потом, когда ушел на дембель, тогда открылось общество трезвости. И вот я в этом обществе проработал 4 года. И вот для того, чтобы отлучить пьяность от водки, я говорю, вот с бутылкой-то можно и так заниматься. И вот я сделал прялку в бутылке, потом колесо, потом бочку, потом это. Они говорят, ну не соображаю, как она там. Я говорю, ты его копить бросишь, тогда сообразишь. Последнее десятилетие Владимир Павлович, будучи верующим, начал изготавливать иконы и другую церковную утварь. Получил благословение священнослужителей. В его коллекции две композиции голгофы, изображающие распятого Христа. Святые распятия находятся в обеих церквях районного поселка Мучкапский. Кроме того, в Александроневском храме находится композиция «Святой колодец». Иконы Георгия Победоносца и святых Петра и Февронии Муромских. Первую, которую я икону сделал сюда, храм Александра Невского, я сделал Александра Невского. Я хотел, чтобы он лежал на аналоге тут всегда. Потом, значит, сделал икону Иоанна Предтечи. После Пасхи был день святого источника. И я думаю, ну какую икону не нашел, такого святого источника. А я батюшка спросил, а можно я колонию-то сделаю? Он, я говорю, ну, чтобы с крестиком там это все, я говорю, сделаю с федорами, с бочками, с лавками, все сделаю. Ну, благословила я сделаю, он осветил, и вот он стоит. Будучи казаком, а казаки обязательно должны быть верующими православными христианами. Владимир Павлович несколько лет был председателем церковно-приходского совета Покровского храма. Является прихожанином и алтарником Александра Невского храма. Наверное, помните притчу о талантах. Вот каждому Господь дал таланты. И потом с каждого Господь спросит, как мы эти таланты употребили. Вот Владимир Павлович, родина, слава Богу, применяет эти свои таланты на пользу церкви. Все это, как бы, повлияет и на жизнь ту будущего века. Почему? Потому что то, что принесено в храм и подарено в храм, это все имеет награду там, на небесах. Вот поэтому, конечно, мы молимся о его здоровье, мы благодарим его за то, что он делает. Свой талант от Бога Владимир Родин чувствовал давно, но все никак не мог его открыть. Сегодня Владимиру Павловичу 76 лет. Он не бросает свое ремесло, берется за новую работу всегда после молитвы и когда чувствует Божию благодать. Последнее изобретение мастера – деревянные фигурки для вертепа, которые подготовили воспитанники воскресной школы. О своих планах на новые шедевры предпочитает не рассказывать, ведь он и сам не знает, какая икона будет следующая. Главное при создании святого образа – духовное восхождение и делание, приносящее плоды Духа. Трудно сегодня воспитать ребенка здорового и телесно, и душевно. Однако трудности воспитания связаны прежде всего с теми целями, которые мы, родители, ставим перед собой. Зачастую родители хотят видеть своих детей сильными и умными, приспособленными к современным условиям жизни, чтобы в их детях проявлялись необыкновенные таланты и способности. Но лишь немногие считают важным воспитать ребенка настоящим православным христианином. Главным помощником таких пап и мам выступает православная церковь и воскресная школа при ней. Воскресная школа – это школа радости. Детям должно быть в ней весело, интересно, общаться друг с другом. Островок радости – место, где всегда выслушают, поговорят, посоветуют. И, конечно же, найдут новое. Именно так воспринимают воскресную школу при Христорождественском кафедральном соборе и ее воспитанники. Мы здесь рисуем, играем, учим старославянский, ездим в поездки. Здесь мы все объединяемся, мы как однодружная семья. Так в теплой и непринужденной обстановке проходят занятия в воскресной школе. Педагоги и руководитель и романах Петерим Сухов понимают, что ребенку не нужно лишений тяжести в церкви. Духовная жизнь и без того нелегка. Будет радость, будет и желание. Мы занимаемся в игровой форме, у нас нет такого какого-то научительного момента, у нас нет оценок, у нас нет даже домашних заданий. Поэтому они легко читают, они же не думают, что это урок, они просто читают то, что им интересно, даже если это старославянский язык. Обращаясь к слову, мы, конечно, говорим и об истории. Поэтому история народа, история православия, она в увлекательной форме. И без всяких таких нотаций православие становится для ребенка естественной средой, поэтому даже не замечают, что он этому учится. Здесь ребят знакомятся с новыми православной верой, устройством храма, житием-подвижником благочестивой жизни и святых. Кроме того, мальчишки и девчонки могут раскрыть свои таланты в театральном мастерстве, попробовать свои силы в вокальном искусстве и научиться держать в руках карандаш и кисти. Как рисование связано с православием, спросите вы. Просто интересное занятие помогает сблизиться с ребенком и мягко вложить в его душу зерно православной веры. Стараемся к праздникам православным, чтобы у нас все это соединялось в православии и рисовании, потому что в православии очень много символов, и я стараюсь лично использовать их. В стенах воскресной школы нет фальши. Педагоги в большей степени учат детей не наставлениями, а своим примером. Все они воцерковленные и живущие по слову Господа православные христиане. Важно понимать, что желая привить ребенку верность о Христе, воспитать его православным христианином, не стоит надеяться только на преподавателей, пусть и очень хороших. В любом случае дети будут брать пример с родителей, поэтому каков пример жизни подают папа и мама, такой взгляд формируется и у них. У меня две девочки мои, вот тоже они как смотрят, как я им подсказываю, я не заставляю их, что насильно, потому что насильно нельзя ходить, потому что это против боли человека. Просто они знают, что мама пойдет в субботу, у нас есть все ночные помазаны, и вот днем обязательно, в воскресенье, днем на причастие. Вот такая у нас традиция ходить в храм каждый раз, чтобы благодать Божия была с нами, и Господь был с нами. Стоит отметить, что в воскресной школе при Христорождественском кафедральном соборе рады всем детям, и из воцерковленных семей, и нет. Также здесь никто не ставит перед собой цели насильно привить ребенку веру Христову, заставить вызубрить молитвы и в обязательном порядке ходить в храм. Нет, здесь показывают красоту православия, рассказывают о благодати, витающей в храме. Особенно это чувствуется за богослужением. Педагоги объясняют, почему важно жить по Евангелию и заповедям Божьим, и надеются, что эти благие семена попали в благодатную почву и скоро дадут свои плоды. Самое главное, все-таки мы надеемся, что это им даст какую-то ступеньку к живой вере во Христа, ступенькой станет эта воскресная школа к воцерковлению, к встрече со Христом. Это самое главное вообще назначение воскресной школы. Научить нравственности тоже важно, но все-таки научить нравственности мало. Важно создать, что ли сказать, все условия для того, чтобы ребенок смог для себя открыть и войти в этот мир, мир действительно живой веры, мир церковной жизни, чтобы для него это стало воротами, что ли, в церковной жизни, такой дверью. Воскресная школа при Христорождественском кафедральном соборе работает порядка 18 лет. За эти годы из ее стен выпустились около 300 детей. Своеобразными воротами в церковную жизнь стала воскресная школа для многих выпускников. Среди них благочинный Уваровского благочиннического округа священник Виктор Кончаков, настоятель Покровского храма села Верхоценки Сампурского района, священник Никита Хахин, клирик архиерейского подворья Покровского храма села Булгакова, священник Андрей Масолов и священный инок Вадим Булыгин, насельник Задонского монастыря. Но даже теми, кто не стал священнослужителем и выбрал для себя мирскую профессию, преподаватели школы тоже гордятся, ведь им удалось воспитать достойных сыновей и дочерей нашей державы. Дети я знаю, что пусть кто-то из девочек учился в семинарии на регионских курсах, вот они матушками сейчас стали, вот, некоторые дети где-то и в храмах поют, и вот встречаешься с детьми, вот, а многие просто выросли, они учились на врачей, на учителей, и очень приятно, что, так сказать, они православные, верующие, выцерковленные. Воспитание детей всегда самое трудное дело во все времена, а особенно в наши дни, когда, кажется, все села доброшены на то, чтобы отвратить от Бога молодое поколение, сделать мальчишек и девчонок бездумными рабами темных сил. Если мы хотим перестановить этот разрушительный процесс духовного и физического растления подрастающего поколения, протянуть им руку помощи и спасти, то нам необходимо понять, что вне православного воспитания, без обращения к национальным корням, нет спасения. Каждому родителю и учителю следует помнить, какая лежит колоссальная ответственность перед Богом и людьми за воспитание неокрепших душ. Всем необходимо самим просвещаться светом Христовой веры, а затем просвещать и других. Воскресение Христово — это первая и самая большая истина, которую начали благовествовать апостолы. Сам Бог стал человеком, умер за нас и, воскреснув, избавил людей от власти смерти и греха. Подражая апостолам, в дни празднования Пасхи и мы несем весть о воскресшем Христе, делимся этой радостью с родными и близкими. Стало традиционным в эти дни посещать кладбище, чтобы разделить радость воскресения Господня со своими усопшими сродниками. О том, когда следует посещать кладбище, а когда нет, и как правильно напоминать усопших, поговорим с настоятелем Покровского храма села Вольная Вершина, священником Иоанном Дудышевым. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие телезрители. Отец Иоанн, можно ли ходить на кладбище в дни Пасхи для поминовения усопших? Или есть специально установленный церковью день для этих целей? Традиция почитать могил предков восходит в глубокой древности. Но нужно начать с того, что Пасха – это один из самых главных православных праздников, которым является символом возрождения и победы над смертью. Является праздником радости прежде всего. И, конечно, в этот день будет неуместно сеять горе и печаль в своем сердце. А посещение могил само собой подталкивает нас к скорби. Поэтому люди отклоняются от сути торжества и проводят эти деньги в переживаниях. Традиция посещать кладбище на Пасху, она появилась в советские времена, когда многие храмы были закрыты или вообще разрушены. И людям хотелось разделить вот эту вот радость, светло Христов воскресением со своими близкими. Но в церковь попасть было трудно, да и порой даже было невозможно. Поэтому найденная альтернатива встречаться у могилы, вот она обратилась в некую традицию. В наше время церковь призывает нас к восстановлению церковных устоев, потому что сейчас уже храмов делается более-менее достаточно. И, конечно, в этот день необходимо пребывать в храме, воспевать и восхвалять воскресшего Спасителя. Для посещения кладбища отведен специальный день. Это Радоница, в которую можно сходить на кладбище и почтить память тех, кто окончил свой земной путь. Вот Радоница бывает на девятый день после Пасхи. Вот именно в этот день можно и, наверное, должно сходить на кладбище, помянуть своих усопших. Отец Ан, а как правильно поминать на Радоницу? Достаточно ли просто сходить на кладбище? Ну, знаете, конечно, недостаточно просто прийти на кладбище. Перед посещением мест в упокоении наших усопших родных, близких, знакомых и друзей. Желательно прийти на службу в церковь, написать записочку, передать в алтарь для поминовения, помолиться на панихиде, которые в этот день именно совершаются во всех храмах. После чего можно сходить уже на могилку. Там тоже можно помолиться, почитать литий о покаянии усопших. Или если кто не может, то можно просто постоять, помолчать или вспомнить какие-то счастливые моменты из жизни. Многие приходят на кладбище, выпивают, оставляют на надгробиях какие-то яства, это крашеные яйца, куличи, конфеты, печенье, дабы почтить память родных. Хочу сразу сказать, что это неправильно. Этого не нужно делать, а уж тем более выпивать, потому что любое чрезмерное употребление спиртных напитков вообще недоступно в этот день, а тем более на кладбище. Скажите, а как быть, если человек умер на Светлой Седмице, и как нужно совершать поминовение в эти дни? В пасхальные дни поминовение усопших, скажем так, велегласно в церкви не проводится. Потому что, еще раз повторюсь, это праздник радости. Но если выпадают какие-то поминки, память наших усопших, родных, близких, знакомых и друзей, то в церкви можно... Церковь молится всегда. Она не забывает о своих усопших, и поэтому можно прийти и подать записочку на прескомедию, которая совершается в любой день, причем, наверное, на Пасху еще более усердно церковь молится за них. Но если уж умирает человек в эти дни, то совершается более торжественный чин отпевания, пасхальный. Поэтому точно так же все наши усопшие погребаются и поминаются. Отец Анн, в этом году весна затяжна, и снег еще не сошел. И, наверное, нет возможности привести в порядок могилки усопших на кладбище. Как Вы считаете, не будет ли это оскорблением памяти родных или выражением неуважения к ним? Конечно, не будет это являться никаким оскорблением памяти или неуважением. Ну, наведем порядок чуть позже, когда сойдет снег, немножко все подсохнет. Вот, Вы знаете, я хотел бы, наверное, еще раз обратиться ко всем нашим телезрителям с настоятельной просьбой все-таки отказаться от посещения могил на Пасху и проведения на них панихид. Мы, православные люди, должны проводить этот день в радости. А уже в отведенный для общепоминовения день делиться этой радостью с нашими усопшими. Особенно стоит отметить, еще раз подчеркнуть, что Пасха – это день радости, которых дней вот этих вот радостных и так не очень много в нашем мире. И не омрачать этот день скорбью. Не каждый ведь сможет вместить в себе и радость, и скорбь одновременно. А Пасхальным днем нужно в первую очередь наслаждаться, отказавшись от всяких забот. И лучше посетить кладбище и помолиться за усопших в предназначенный для этого праздник, которым является Радоница. Я всех поздравляю с наступающим светлым Христовым воскресеньем. Пусть благословение Господне пребудет со всеми Вами. В завершении нашей программы не могу не привести слова преподобного Аввы Исайя. Христово воскресенье сделалось жизнью и исцелением от страстей для верующих в Него, чтобы они жили в Боге и приносили плоды правды. От лица Уваровской епархии поздравляем всех с праздником Светлой Пасхи. Христос воскресе! Светлой Пасхи